Сейчас мы поговорим о том, откуда берутся энергетические зоны в кристалле. Что такое энергетические зоны? В атоме электрон может занимать отдельно взятые уровни на шкале энергии. В этом случае говорят, что энергетический спектр электрона дискретный. Электрон может изменять свою энергию только скачками. А в кристалле энергетический спектр непрерывный, то есть электрон может менять свою энергию плавно. Но этот непрерывный спектр состоит из отдельных отрезков разрешенных зон, а между ними пустые промежутки, которые называют запрещенными зонами или энергетическими щелями. Давайте проследим переход от дискретного спектра отдельного атома к непрерывному зонному спектру кристалла с помощью программы КВАНТ, которую можно скачать по ссылке внизу в описании. Потенциал электрона в атоме будем моделировать одномерной прямоугольной потенциальной ямой. В данном случае наша яма содержит два энергетических уровня. Посмотрим, что будет, если рядом поставить еще одну такую же яму. Количество уровней удвоилось. Если добавить третью яму, то уровней станет в три раза больше, чем было в одной яме. И так далее. Каждая новая яма приносит с собой по два уровня. И в предельном случае бесконечного кристалла мы получим бесконечно много уровней, упакованных в две энергетические зоны, расположенные как раз там, где находились два уровня в отдельно взятой яме. Можно сказать, что при сборке кристалла из отдельных атомов каждый энергетический уровень уширяется, превращаясь в энергетическую зону. А теперь давайте посмотрим на волновые функции электронов в кристалле. Здесь показана только одна из волновых функций, принадлежащая некоторому уровню энергии в разрешенной зоне. Все эти волновые функции устроены одинаковым образом. Такую форму волновой функции можно представить как некую синусоиду, то есть плоскую монохроматическую волну, промодулированную периодической функцией, повторяющейся в каждой яме. Именно об этом нам сообщает теорема Блоха. Согласно этой теореме, электрон в кристалле, то есть в периодическом потенциале как функции координаты, движется в виде Блоховской волны. Блоховская волна, то есть волновая функция электрона в кристалле, есть произведение обычной плоской волны, E в степени ИКХ, и периодической функции У, период которой А равен периоду самого кристалла. Мы сейчас для простоты рассматриваем одномерный кристалл. В котором электрон движется только по одной координате Х. В идеально периодическом потенциале такая волна движется сквозь весь кристалл, не рассеиваясь на отдельных атомах. То есть на электрон, конечно, действуют силы со стороны атомов кристалла, но поскольку электрон распространяется как волна, то отраженные от отдельных атомов волны интерферируют, и результат этой интерференции уже заложен в Блоховскую волну. Так что, если электрон движется в виде Блоховской волны в строго периодическом потенциале, то его состояние движения никак не меняется во времени. Что-то измениться может только за счет отклонений от периодичности. Например, когда электрон сталкивается с атомом примесей или дефектом решетки, или взаимодействует с колебаниями решетки, или подвергается действию постороннего электрического или магнитного поля. В одном и том же кристалле электрон может находиться в разных состояниях. Они отличаются друг от друга двумя параметрами К и Н. Причем К может быть любым вещественным числом, то есть это непрерывный параметр. А параметр Н, наоборот, дискретный. Он нумерует энергетические зоны. Каждая Блоховская волна является решением уравнения Шрёдингера. Hψ равно Eψ. А значит энергия электрона Е тоже зависит от непрерывного параметра К. Эта зависимость называется законом дисперсии. И зависит от номера зоны Н. Величина К очень похожа на волновой вектор. Собственно, это и был бы волновой вектор, если бы не было функции У, а была бы только плоская волна Е в степени ИКХ. Мы будем называть параметр К квази-волновым вектором. Он измеряется в тех же единицах, что и настоящий волновой вектор, то есть в метрах в минус первой степени. А величину 2π, деленная на К, можно понимать как длину волны, так же, как если бы К был настоящим волновым вектором. Произведение постоянной планка H и квази-волнового вектора К называется квази-импульсом, по аналогии с обычным импульсом, который есть в произведении H и волнового вектора. Закон дисперсии электрона, то есть зависимость его энергии от квази-волнового вектора, обладает свойством периодичности. Прибавление вектора обратной решетки 2π, деленного на А, к квази-волновому вектору К не изменяет энергии электрона. Более того, сама волновая функция при этом тоже не меняется. Убедимся в этом, записав выражение для волновых функций с квази-волновыми векторами К плюс 2π на А и просто К, согласно теореме Блоха. Раскроем теперь скобки в показателе экспоненты и заметим, что второй сомножитель Е в степени И, 2π, деленная на А, Х, это тоже периодическая функция с периодом А. Произведение двух периодических функций с одинаковым периодом это, очевидно, тоже периодическая функция. И теперь мы видим, что Блоховская функция с квази-волновым вектором К плюс 2π, деленная на А, это то же самое, что Блоховская функция с квази-волновым вектором К. Можно сказать, что значения квази-волнового вектора, отличающиеся на вектор обратной решетки, физически эквивалентны. Или по-другому, квази-волновой вектор определен лишь с точностью до прибавления вектора обратной решетки. Точно так же и квази-импульс, H, K, определен с точностью до прибавления любого вектора обратной решетки, умноженного на постоянную планку. Квази-импульс очень важное понятие в физике твердого тела, потому что это сохраняющаяся величина. При столкновении частиц в пустом пространстве сохраняется их суммарный импульс, а при столкновении в кристалле суммарный квази-импульс, правда, с точностью до прибавления любого вектора обратной решетки, умноженного на постоянную планку. Причина этого в том, что любой закон сохранения есть следствие какой-либо симметрии. Закон сохранения импульса в пустом пространстве следует из однородности пространства, то есть из того факта, что свойства пространства не меняются при любом параллельном переносе. А в кристалле ничего не меняется при параллельном переносе на вектор трансляции кристалла, а не на любой вектор вообще. Такой симметрии отвечает закон сохранения квазиимпульса. Можно сказать, что симметрия кристалла – это усеченная версия симметрии пространства, и поэтому закон сохранения квазиимпульса в кристалле – это тоже несколько смягченная версия закона сохранения импульса. А именно, квазиимпульс сохраняется лишь с точностью до прибавления любого вектора обратной решетки, умноженного на постоянную планку. Теперь мы можем понять происхождение энергетических зон, рассматривая зависимость энергии электрона от его квазиимпульса. Если плавно менять квазиимпульс, то и энергия будет меняться плавно. В результате получится некоторая линия на графике. Каждая точка на этой линии – это некоторое состояние электрона, то есть некоторая Блоховская волна. Но, как мы уже говорили, энергия есть периодическая функция квазиимпульса. А значит, достаточно изобразить только отрезок этой линии, соответствующий одному периоду. Потому что вся остальная кривая – это просто повторение этого отрезка. Удобнее всего выбрать отрезок, попадающий внутрь зоны бриллиена. Для любой точки на графике можно найти эквивалентную точку в пределах зоны бриллиена. Поэтому все, что за пределами зоны бриллиена, не несет какой-либо дополнительной информации и может быть стерто с графика. Еще, как мы знаем, энергия электрона зависит от дискретного параметра N – номера энергетической зоны. Разное значение N дадут разные кривые на графике. Их называют ветвями закона дисперсии, а всю получившуюся картину – законом дисперсии электронов в кристалле. Иногда по горизонтальной оси откладывают не квазиимпульс, а квазиволновой вектор, что, в общем-то, то же самое с точностью до множителя h. Каждая ветвь закона дисперсии простирается по шкале энергии от некоторого минимального до некоторого максимального значения. То есть образует отрезок непрерывного спектра. Это и есть разрешенная зона. Так и получается зонный энергетический спектр. Как набор разрешенных зон, отделенных друг от друга энергетическими щелями, то есть запрещенными зонами. Закон дисперсии определяется периодическим потенциалом электронов в кристалле. Программа квант, которую мы уже упоминали, позволяет сосчитать закон дисперсии одномерного кристалла с заданной формой потенциала. Справа на экране потенциальная энергия электрона как функция координаты, а слева закон дисперсии. Если мы будем менять форму потенциала, то и закон дисперсии будет изменяться. До сих пор мы говорили об одномерном кристалле. В двумерных или трехмерных кристаллах картина энергетических зон может быть сложнее, чем та, которую мы наблюдали в одномерном случае. Например, энергетическая зона может состоять из нескольких ветвей закона дисперсии, как это обычно бывает в валентной зоне полупроводника. В некоторых кристаллах зоны перекрываются, что означает отсутствие энергетической щели, как, например, в висмуте. Еще бывает, что зоны смыкаются друг с другом, то есть ширина запрещенной зоны обращается в ноль. Но в любом случае принцип один и тот же, а именно, картина закона дисперсии, как набора ветвей, простирающихся внутри зоны бриллиана, дает энергетический спектр электронов в кристалле в виде набора отрезков непрерывного спектра, то есть энергетических зон. Субтитры создавал DimaTorzok